Добро пожаловать на пересадочную станцию. И сегодня нас ждет путешествие в новый фантастический мир. Носол-Носол. Сережа-телепортер. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Добро пожаловать на пересадочную станцию. Когда ты не блатной, то есть не имеешь влиятельных родственников и друзей, то слова реорганизации и сокращения становятся кошмаром. Руководству плевать, что у тебя жена и двое маленьких детей, которых надо кормить, одевать. Детям ведь не объяснишь, что папу уволили с работы, а найти другую в загибающемся Волгограде крайне проблематично. Куда не придешь, либо зарплата смешная, вернее сказать издевательская, причем не за пинание членов, а за тяжелый каждодневный труд, который запросто может подорвать здоровье. Либо вакансия выложена лишь для красоты, а на деле фирму принимают или уже приняли родственников и знакомых. Вот и носился Сережа, как угорелый по подработкам. Хватался за все подряд, лишь бы у семьи были деньги. Будь у него машина и водительское удостоверение, то пошел бы в такси или устроился бы на газели развозить товары. Но чего нет, того нет. Работать грузчиком с его миниатюрной комплекцией было смерти подобно. 165 сантиметров роста, худой, голубоглазый и русоволосый, весом всего в 50 килограммов. Если не приглядываться, то этого парня 35 лет отруду можно было принять за подростка. Даже когда Сергей отчаялся и попытался устроиться грузчиком на склад, работодатель оценил его комплекцию и дал отворот-поворот. От отчаяния Сергей откликнулся на объявление, на которое до того никогда бы не посмотрел. Для проведения эксперимента требовались подопытные в научно-исследовательский институт. Деньги платили не то чтобы великие, чтобы кто угодно ринулся рисковать здоровьем, но для Сергея даже 20 тысяч рублей были весьма заманчивой суммой. Двое малых детей и коммунальные платежи вынуждали скорее найти средства для существования. Оттого он пошел на столь рисковый шаг. Здание научно-исследовательского института не внушало, его явно не пощадили годы. Сергею было известно, что раньше тут под патронтажем КГБ разрабатывали биологическое оружие. Конечно, подобные сведения недоступны каждому гражданину, но именно на этом предприятии до начала 90-х годов работал механиком его отец, следил за автопарком производства. В 90-х КГБ было подвергнуто серьезному сокращению, НИИ перестали финансировать. В результате предприятие развалилось. Сейчас институт вновь восстал из пепла, словно зомби, поднятые некромантом. Хотя, судя по старым советским строениям, не видевшим ремонта еще с тех времен, с финансированием тут не очень хорошо. «Так-так, молодой человек, заполните формуляр», – встретила его пожилая седая полная дама в больничном халате. Пачка бумаг внушала. Всюду встречались страшные слова «отказываюсь от претензий», «понимаю и принимаю ответственность на себя» и многие другие схожие формулировки. Сергею было страшно, он даже раздумывал отказаться. 20 тысяч вроде и не такие большие деньги. Но тут он вспомнил, что кончилось детское питание, которое нужно купить уже сегодня. Денег с последней подработки осталось всего 100 рублей, а занять больше не у кого. Кто мог, уже одолжил. Долги и так лишь росли, отдавать их не с чего. «Простите», – обратился он к женщине в халате. «А что вообще надо испытывать? Я хоть выживу?» «Молодой человек, не беспокойтесь», – успокаивающим тоном начала дама. «Это просто формальности. На самом деле вам ничего не грозит. Испытания препарата и методики были не раз успешно проведены на животных. Сейчас наступила стадия эксперимента на людях. Если бы было что-то опасное, то Министерство здравоохранения ни за что бы не дало разрешения на опыты, проводимые на людях. Осмотревшись вокруг, Сергей не обнаружил толп желающих поставить на себе опыты. Кроме него и дамы в халате, в холле и никого не было. Если все так радужно, то где же толпы любителей срубить по-легкому 20 штук деревянных? Но Сергей все же успокоил себя мыслями о том, что эксперимент действительно безопасен. После заполнения всех бумаг Сергей провел в НИИ весь день. Там у него взяли целую кучу анализов, после чего вкололи какое-то лекарство, облучили странным прибором и прогнали через томограф, рентген и еще несколько приборов, которые он не сумел опознать. Сразу всю сумму ему не суждено было получить на руки. Сергею заплатили лишь две тысячи рублей. «Почему так мало?» – возмутился парень. «Молодой человек, вы внимательно читали договор?» – вопросила та же женщина, которая принимала у него бумаги и сейчас выдавала наличность. Сергею было стыдно признаться, что его напугало кипа бумаг, и он не прочитал дальше первой страницы, а остальные подмахнул не глядя и где надо заполнил анкеты, но на всякий случай кивнул. «В таком случае вы должны знать, что вам надо приезжать для наблюдения в нашнии каждый будний день на протяжении двух недель», – пояснила женщина. «Каждый раз вам будет выплачиваться по две тысячи рублей. Это сделано для того, чтобы люди не сбежали от радости, получив деньги сразу после проведения опыта». «Понятно», – протянул Сергей. Ему действительно было понятно, ведь звучало все очень логично. Он бы и сам вряд ли приехал бы сюда повторно, если бы получил на руки всю сумму. Но ради того, чтобы в итоге получить двадцать штук, он готов был ездить сюда хоть каждый день. Две недели – не такой уж большой срок. Может, к тому моменту удастся найти постоянную работу. Две недели пролетели быстро. Работы Сергей не нашел, зато больше не надо было ездить в НИИ. К счастью, он не чувствовал за собой чего-то неприятного, ни болезней, ни неприятных ощущений. Все было как обычно. Ученые, которые проводили обследование, выглядели недовольными. По всей видимости, эксперимент оказался неудачным. Отчего-то господа в белых халатах не спешили делиться с подопытным, что и для чего они испытывают. Хотя этот вопрос серьезно волновал Сергея, ведь опыт и ставят на нем, а не на каком-то незнакомом дяде Васе. Прошло еще две недели. Сергей опять погрузился в круговерть поиска работы или подработки. Он мотался по всему городу и хватался за все. Расклейка объявлений, курьерские услуги, разнос газет, работа промоутером, расчистка снега за деньги и многое другое. Все, что способно пополнить семейный бюджет. Он уже забыл, как страшный сон, что еще недавно был в роли подопытной крысы. Но тут свалилось сразу несколько неприятностей. Придя домой усталый и замерзший, он был с порога огорошен супругой. «Дорогой, сын сломал холодильник». «Как сломал?» Дернул сильно за дверцу, и она оторвалась. Сергей поспешил на кухню и обнаружил дверцу от холодильника, лежащую на полу. Петли были сломаны так, что восстановить технику не представлялось возможным. Благо, у тестя на даче был старенький холодильник, и он его привез, взамен забрав сломанный. На следующий день не включился ноутбук, а в дополнение сын сломал зарядку от планшета. Настроение у Сергея совсем упало. И он позвонил другу, который разбирается в технике. «Алло, Санек, у меня ноутбук не включается». «Привози», – ответил Саша. «Хорошо, скоро буду». Единственное жилое помещение в однокомнатной квартире Александра представляло собой типичное жилище холостяка Гика. Целый угол был заставлен старыми компьютерными корпусами, в серванте лежали дисководы, жесткие диски, клавиатуры и компьютерные мыши. На полке выше была кучка маленьких шурупов, прицепившихся к магниту, пузырек масла для бытовых нужд и силиконовой смазки, изоленты и мотки проводов. На корпусах лежала большая коробка, в которой были навалены разные платы, среди которых Сергей опознал видеокарту и несколько планок оперативной памяти. Под стулом стоял большой пакет, из которого торчали провода, а внутри виднелись компьютерные блоки питания. Вскоре Саша принялся за разборку ноутбука. В процессе разборки была уничтожена одна отвертка, которая не справилась с закисшим шурупом. Специалист смотрел на схемы с хмурым видом, тыкал в плату мультиметром и ругался под нос. «Что с пациентом? Жить будет?» С волнением спросил Сергей. Он уже понимал по виду друга, что шансов мало. «Извини, Серега, я не некромант», ответил Саша, после чего ткнул пальцем в микросхему на большой плате. «Видишь чип? Это хаб. Основная деталь материнской платы. У него случился отвал. Эта модель чипа реболингу не поддается. Фишка в том, что отслаивается сам чип от подложки, а его пока не придумали, как отреболить в незаводских условиях. Сам чип стоит около 7 тысяч, за эти деньги проще тебе старенький ком собрать. Можно попробовать прогреть феном и перепаять, но шанс, что компьютер оживет, крайне низкий. После этого ноутбук может не заработать, может включиться, но поработать полчаса, а может поработать полгода, но в итоге все равно сдохнет. Только проблема еще в том, что у меня нет паяльной станции, она недавно почила. Новую заказал в Китае, но она приедет лишь через пару месяцев, а в сервисе за это сдерут неприличную сумму. Сколько ему? Этому ноутбуку уже 9 лет. Ууууу, протянул Александр. Нет, Серега, это труп. Чинить его дороже, чем купить подержанный компьютер. Могу отдать старенький комп. К сожалению, у меня сейчас есть лишь старенький двухъядерник на 775-м сокете. Конечно, слабенький, но в интернет выйти хватит. У тебя монитор есть? Нет. Покачал головой Сергей. Печально. Александр вынул из ноутбука несколько плат и жесткий диск, отложил их в сторону. Эти детали еще живые, их можешь оставить в качестве запчастей или продать через барахолку. Еще можно попробовать продать на запчасти матрицу. «Оставь этот хлам себе на запчасти», — ответил Сергей, понимая, что не разбираясь в компьютерах, он вряд ли сумеет получить нормальные деньги, а услуги по ремонту компьютера ему в будущем еще не раз понадобятся. Александр открыл дверцу серванта. Отделение было битком забито полуразобранными ноутбуками. Он без всякого пиетета с усилием запихал туда очередного жильца, которому едва хватило места. Потом он сбегал до ближайшего магазина, купил пиво, после чего парни совместно его употребили. Сергей жаловался на жизнь, а Александр посетовал на свои неурядицы. Пиво закончилось, после чего Сергей поспешил домой. Он был очень расстроен чередой внезапно свалившихся на голову неприятностей. Компьютер нужен был хотя бы для того, чтобы искать работу, не говоря уже о развлечениях, даруемых интернетом. Единственным средством, с помощью которого можно было выйти в интернет, оказался смартфон. Конечно, размер экрана телефона не располагает комфортному пользованию информационной сети, но Сергею некуда было деваться. Он подключился к домашней беспроводной сети и зашел в почту. Дети кричали, жена разрывалась между двумя пацанами. Все это отвлекало от экрана телефона, переходить по объявлениям в поисках работы было лень. Сергею хотелось оказаться далеко на райском острове, есть бананы и кокосы, позабыть обо всех неурядицах и наслаждаться океаном. Он вбил в поиск райские места. В ответ вылезло много ссылок с красочными фотографиями и манящими статьями. Потом он вбил другой запрос. Места, где людям не надо работать. Поисковик выдавал всякую ерунду про дауншифтинг, хотя вариант жить на Гуа за 130 долларов в месяц и покупать вино за 50 центов за бутылку выглядел весьма привлекательно. Если бы еще эти доллары были у Сергея. Он погрузился в грезы. Если бы можно было оказаться в Индии и покупать за копейки там продукты. Он прикрыл глаза и представил пляж, который только что разглядывал на фотографии с экрана смартфона. Похоже, представил слишком хорошо. Ведь показалось, будто из-под попы убрали стул и подложили под нее мокрый песок. Открыв глаза, Сергей в ужасе огляделся и понял, что не показалось. Кто-то не просто убрал стул, а сделал это со всей квартирой. Он оказался на пляже под пальмой. Этот пляж был с той самой фотографией, которая виднелась на экране зажатого в руке телефона. Вокруг были люди, индусы и европейцы, которые с удивлением смотрели на Сергея. Солнце пекло, синее море лениво набегало волнами на берег, а песок забивался в семейные трусы, в которых парень предпочитал ходить по квартире. Подобное заставляло поверить в реальность пляжа, но в то же время разум отказывался верить в происходящее. «Что за хуху?» Вырвалось у Сергея искреннее негодование. Но поскольку у него двое маленьких детей, парню пришлось научиться обходиться без откровенного мата. «Какого хуху тут происходит?» Народ шарахался от странного парня, который неизвестно как оказался посреди пляжа прямо из воздуха. Многие засобирались и стали покидать пляж. Некоторые достали телефоны и стали снимать на телефон худого молодого человека в семейных трусах. «Этого не может быть! Это невозможно!» Бормотал себе под нос Сергей. «Как я тут оказался?» Сергей нахмурился. Ему не понравились действия туристов. Он задумался над происшествием. Единственное, что пришло ему в голову, что его как-то переместило сюда. Возможно ли, что это была телепортация или похищение пришельцами? Тут он вспомнил о НИИ-эксперименте. А вдруг тот эксперимент должен был пробудить человеке неизвестные силы, к примеру, умение телепортироваться? Но раз как-то вышло оказаться на пляже за тысячи километров от дома, то можно таким же образом вернуться назад. Сергей прикрыл глаза и стал вспоминать те чувства, которые предшествовали его перемещению. Он пожелал как можно скорее оказаться дома. «Хочу домой! Хочу домой!» Бормотал он. «Хочу назад свою квартиру!» Он открыл глаза и обнаружил, что стоит посреди гостиной в своей квартире. На него с удивлением смотрела супруга. Светлана поправила ситцевый цветастый халат, взмахнула густой копной каштановых волос и одарила супруга недовольным взглядом серых глаз. «Сергей, мне казалось, что тебя тут только что не было», — сказала она. «Ам-бам...» Парень не нашел, что сказать. Он был шокирован. Если бы не мокрые трусы и песок, который сыпался с них на ковер, то он бы и сам решил, что никуда не перемещался и все привиделось. Песок заметила супруга и недовольно нахмурилась, после чего сказала. «Это еще что такое?» «Я только что пропылесосила!» «Сережа, где ты умудрился найти песок?» Кладовку разбирал. Буркнул первое, что пришло в голову парень. «Сейчас уберу!» После того, как переоделся и убрал пылесосом с ковросор, Сергей все еще пребывал в шоке. Он не нашел ничего лучше, чем напиться и обсудить происшествие с другом. На кухне однокомнатной квартиры сидело два друга. На столе стояли две полуторалитровые бутылки разливных напитков. Стаканы были наполнены пенной золотистой жидкостью. Среднего роста зеленоглазый шатен взял из миски сухарик и направил его в рот. «Что ты хренов выглядишь, Серега?» – произнес он. Женой поругался. «Нет, Санек», – ответил низкорослый товарищ. «Тут такое дело! С совета хотел спросить, да боюсь, что посчитаешь меня сумасшедшим. Психиатры утверждают, что нормальных людей не существует. Есть лишь те, которым не успели поставить диагноз», – усмехнулся Саша. «Можешь поведать мне все тайны мироздания. Дальше этой квартиры они не уйдут». «Санек, вот допустим, если бы у тебя была суперспособность…» – осторожно начал Сергей. «К примеру, вдруг обнаружил, что умеешь телепортироваться. Что бы ты стал делать?» Александр задумался. Он увлекался художественной литературой, особенно любил почитывать книги в жанрах фэнтези и фантастика. Вопрос не показался ему из ряда вон выходящим. Конечно, не было ни единой мысли о том, что кто-то действительно может иметь подобную способность, но это не мешало им устроить различные теории. «Серег, ты книжку решил написать?» – спросил он. «Писатели нынче зарабатывают немного, поэтому всерьез на книги как источник дохода лучше не стоит рассчитывать». «Книги? Да…» – протянул Сергей. «Может быть…» «И как герой узнал о такой способности?» «О-о-о-о…» Сергей задумчиво пожевал нижнюю губу. Вот сидел он у себя дома, рассматривал фотографии далекого пляжа, вдруг сильно захотел там оказаться, открыл глаза, а пляж вот он, самый натуральный. Потом он сильно захотел оказаться дома, закрыл глаза, представил, как перемещается домой и действительно вернулся обратно. «Круто, но банально!» – усмехнулся Александр. «Таких книжек сотни, если не тысячи. По закону жанра герой должен начать экспериментировать». Парень отхлебнул пенового напитка и закусил соленым сухариком. «Как?» – вопросительно посмотрел на товарища Сергей. «Как обычно. Вначале попробовать телепортироваться в знакомые места, откуда можно легко добраться до дома, а то пляж наверняка находится далеко. Мало ли способность да сбой, так в другой стране без денег и документов можно застрять». Сергей зябко поежился, представив себе подобную ситуацию. «Индия хороша, когда ты летишь туда туристом с полными карманами денег или смотришь на фотографии красивых пляжей, но никогда ты оказался там в одних трусах». «А дальше что?» – спросил он. «Дальше надо выяснять границы способности», – продолжил Саша, отставляя бокал с пенным в сторону. «Если герой может телепортироваться сам, а это минимум несколько десятков килограммов, да еще в такие места, где никогда до этого не был, и до которых сотни или даже тысячи километров, то способность может быть использована в гораздо большем диапазоне. Например, нужно попробовать перемещать к себе предметы, которые находятся в пределах видимости. «Если получилось, то попробовать переместить предметы по фотографиям или те, которые не видишь, но знаешь, что они есть внутри». «В смысле?» – не понял, Сергей. «Вот смотри, есть компьютер». Показал Александр ладонью на системный блок, к которому был подключен монитор. Удивительным нахождение компьютера на кухне посчитали бы многие, но Саша, похоже, до прихода Сергея занимался чисткой или починкой этой техники, и делал он это на кухне. Боковая крышка была вскрыта, внутри корпуса были видны комки пыли. «Вижу, и что дальше?» – спросил Сергей. «Мы знаем, что внутри корпуса расположены разные детали. Во всех компьютерах они размещены примерно одинаково. Материнская плата, блок питания, видеокарта». Начал пояснять Саша. «Ну или шкаф, в котором хранится одежда. Пусть герой представит что-то невидимое, но известное, расположенное в закрытом корпусе, после чего пытается это переместить к себе». «Зачем ему это?» – с недоумением вопросил Сергей. «Но тренируется, потом сможет воровать деньги из банкоматов». Без раздумий ответил Саша. «А чтобы не поймали, сможет сделать это не в России, а допустим, в США. Если еще научится перемещать вещи не к себе, а, к примеру, в определенное место, к тому же будет делать это издалека, не приближаясь к банкомату, то вероятность поимки будет близка к нулю. А если еще сумеет перемещать предметы, например, смотря на них через камеры видеонаблюдения, то вообще может не выходить из дома». «Это как?» – удивился Сергей. «Ведь информацию с камер могут получать только полицейские». «Не о тех камерах думаешь?» – улыбнулся Саша. «Сейчас почти на каждом углу в крупных городах установлены веб-камеры, которые ведут онлайн-трансляцию. Наверняка найдется сотня-другая из них, в обзор которых попадают банкоматы. Устройство банкомата можно найти в интернете. Тогда точно будет известно, откуда надо телепортировать кассету с деньгами». «А если герой не хочет становиться вором?» – вопросил Сергей. «Бывают же честные люди, вот и он такой». «Тогда сложнее», – покачал головой Александр. «Честные и правильные люди – это из области советской фантастики. Но даже они готовы были наколоть инопланетян или просто врагов. Пусть герой выберет тех, кто ему противен и ворует у них. Вот ему нравятся американцы или олигархи?» «Нет, он их недолюбливает», – ответил Сергей. «Вот видишь, грабь награбленная». «И все же, если герою не хочется совершать преступление, даже у бандитов воровать не хочет, но деньги нужны», – продолжил Сергей. «Тогда сложнее». Саша отхлебнул пенного и почесал трехдневную щетину на подбородке. «Можно заняться торговлей, покупать дешево ходовой мелкий товар где-нибудь в Китае, перепродавать дороже в другой стране. Но тут герою вначале стоит выяснить пределы веса, которые он может перемещать. А то вдруг он может телепортировать только пару килограммов свыше своего веса. В таком случае останется только заниматься контрабандой наркотиков или драгоценных камней. А это криминал, значит, опасно для жизни и здоровья. «Сколько по сюжету он может перемещать?» «Пока неизвестно», – задумчиво протянул Сергей. «Но наркотики точно нет. Таким он не будет заниматься. Лучше уж воровать». «А как еще можно использовать телепортацию?» «Нецки вырезать», – усмехнулся Александр. «Санек, я серьезно?» «Я тоже. Смотри, Серег, если герой умеет телепортировать вещи, почему бы ему не телепортировать кусочки веществ?» «Взял деревяшку и телепортаться и вытачивай из нее фигурку. Тренировка, развитие воображения и точности использования способности, плюс потом подделку можно продать. Пусть недорого, зато кусок древесины или камня ничего не будет стоить. Считай, прибыль почти стопроцентная». «Ну, у тебя и фантазия», – завистливо протянул Сергей. «Я бы до такого не додумался». «Когда двое детей, жена и Паша, словно папа Карло, то единственное, что подкидывает фантазия – мягкая кровать, подушка и одеяло. Когда же живешь один и работаешь на дому, то в голове рождаются и кочуют тонны мыслей». «Ты не прав», – усмехнулся Сергей. «Помимо постели я еще мечтаю о том, что хотя бы четыре часа дома царила тишина. Есть еще законные варианты заработка денег с помощью телепортации. Представь, что у героя руки растут из задницы, и он вряд ли сумеет делать статуэтки на продажу. А от торговли криминал его не интересует. Вариатов полно. Можно металл добывать. На дне Волги много затонувших кораблей. Зная места, можно достать черный металл и сдавать металлолом. Заработок небольшой, плюс нужна лодка и оборудование, чтобы обнаружить затонувшие корабли». Еще в районе завода «Красный Октябрь» в советские времена прямо в реку выбрасывали неликвидные чушки-нержавейки. «Те, что прибило к берегу, народ собрал, а на глубине их должно быть полно. Вес одной чушки примерно 13-14 килограммов, на деньги это примерно 600-700 рублей. Если достать штук 10 таких, считай половину месячной зарплаты рабочего». «Интересно, но не то», – покачал головой Сергей. «Контрабанда сигарет из Беларуси в Европу». «Сигарет?» – удивился Сергей. «И что, много на этом можно заработать? И почему Беларусь?» «В Беларуси сигареты стоят дешево, а в Европе дорого», – произнес Александр. «Если память не подводит, то пачка сигарет вроде «Кент» в братской стране стоит в районе 70 русских рублей, считая 1 евро. В Великобритании они уже стоят 5 фунтов, то есть уже 400 рублей. Если продать по 2 фунта, то с руками оторвут, если по 3, придется помотаться в поисках покупателя. Герою можно выкладывать объявления в интернете и переносить сигареты на заказ мелкими партиями под конкретного покупателя. С одного блока можно спокойно заработать полторы тысячи. Курильщиков много, экономить деньги люди любят и умеют, так что человек, умеющий телепортироваться, будет купаться в деньгах». «Так, так, уже интересно», – обрадовался Сергей. «Еще идеи?» «Тебе мало», – усмехнулся Саша. «Их есть у меня. Возить бензин из Венесуэлы. Там он стоит 1 американский цент за литр. Понятное дело, что в Европе без знания языка его будет сложно продать. Но даже если его продавать через барахолку, по бросовой цене в 30 рублей за литр, или соседям предложить, люди с радостью купят. С 20-литровой канистры можно заработать 590 рублей». Сергей обрадовался и засиял. Александр открыл ему массу перспектив использования телепортации. Теперь его уже не пугал перенос на пляж, наоборот, вдохновлял на эксперименты, которые позволят с минимальными усилиями обрести финансовое благополучие. От радости и эйфории, от перспектив обогащения, ну и, конечно же, из-за принятой дозы алкоголя, Сергей решил провести эксперимент. Он сосредоточился на кружке с пенным напитком и пожелал, чтобы она со стола переместилась ему в руки. Да так хорошо пожелал, что кружка исчезла и тут же оказалась у него возле правой ладони. Только ловить циклотару Сергей был не готов. Оттого она под воздействием гравитации упала вниз, ударила его по ногам, а янтарная жидкость частично залила джинсы. Естественно, продолжением стало падение кружки и звон разбитого стекла. Пол залило пенным напитком. Александр с удивлением наблюдал за разворачивающимся на его глазах действием, после чего возмущенно воскликнул. «Серега, ты че творишь?» «Я это...» Почесав затылки, начал парень. Решил потренироваться в телепортации. «Я понял», — более спокойно произнес Саша. «Только почему на кружке? Не мог выбрать что-то менее бьющееся? Теперь пиво с пола убирать, стекло убирать. Давай телепортируй все с пола в мусорный пакет». «Санек, ты что, не удивлен?» Саша был удивлен, но он не собирался показывать этого, поэтому скрыл шоковое состояние за сарказмом. «Я столько книг по магии прочитал и фильмов посмотрел, что если передо мной сядет НЛО, оттуда выйдут зеленые человечки и спросят, дружище, как пролететь на нижней тракторной, я спокойно покажу дорогу и продолжу путь». «Я уберу», — подорвался Сергей. «Да сиди уж, телепортатор хренов!» насмешливо произнес Саша. Хозяин квартиры поднялся с табурета и пошел в ванную. Скоро он вернулся с тряпкой, ведром, совком и веником, после чего принялся за уборку. «Недавно это у тебя?» — спросил он. «Сегодня началось», — ответил Сергей. «Серег, что употреблял для такого результата? Или в пиво что-то подмешал, и мы сейчас оба ловим приход?» «Насчет прихода не уверен», — пожал плечами Сергей. «Я месяц назад участвовал в эксперименте, который проводили ученые в НИИ, расположенном на третьей продольной. Деньги нужны были сильно. Там что-то вкололи, прибором странным облучили. Теперь вот что выходит». Кивнул он на сметаемые в совок осколки. «Это случаем не то НИИ, в котором работал твой отец, в котором биологическое оружие разрабатывали». «Да», — согласно кивнул Сергей. «Да, Серег, ну ты попал». «С чего бы это?» — удивленно вопросил Сергей. «Так они под патронтажем ФСБ сейчас трудятся, значит, все подопытные на учете. Знаешь что, хорошо, что у тебя вся техника вышла из строя. Нигде и ни при каких обстоятельствах не свети и не упоминая о своих умениях. Даже дома супруга не обсуждай. Вся техника может прослушиваться». «Да у меня только смартфон остался, да и у того батарея села». Отмахнулся Сергей. «И давно у тебя смартфон стал разряжаться так быстро?» «Самой покупки», — усмехнулся гость. «Он же на андроиде, зарядки хватает всего на день». «Ммм, но все же прослушку не стоит исключать. У меня-то с этим все в порядке. Телефон дешевый, без камеры. Его так просто не прослушаешь. Только во время разговора. Компу специально микрофон и веб-камеру не подключаю». «Санек, ты параноик», — покачал головой в стороны гость. «Серега, если человек параноик, это не значит, что за ним не следят. Давайте купим простую звонилку, через которую невозможно прослушать человека до самого момента звонка. Смартфон тем плох, что с него можно человека прослушивать круглыми сутками, а ты даже по более быстрому разряду батареи этого не определишь, потому что андроид. В интернет выходи через браузер Tor. Я тебе покажу, какие нужно активировать настройки. Хотя это не особо поможет. Еще на компе надо будет установить редкую операционную систему на основе Unix и программу для шифрования». «У меня нет компьютера. Ноутбук же недавно тебе привозил». «Пожал плечами, Сергей». «К тому же считаю, что ты реально перестраховываешься. Кому я нужен?» «Так это же не навечно. Скоро купишь новый компьютер. А насчет ненужности ты заблуждаешься. Наверняка тем, кто проводит эксперимент. Вероятно, спецслужбам важен результат. Современными технологиями ничего не стоит установить слежку за несколькими людьми. Например, за теми, кто стали подопытными. Наверняка это что-то вроде попытки пробудить суперспособности у обычных людей. Расскажи о НИИ. Как нашел, что было?» «Да в объявлении на сайте вакансий нашел», – начал рассказывать Сергей. После ухода друга Александр серьезно задумался на тему сверхспособностей. О чем-то подобном он давно мечтал, а когда до осуществления мечты достаточно протянуть руку, то сложно устоять перед искушением. Но он понимал, что просто так ничто не дается, за все приходится платить. Ведь у такого лечения могут быть подводные камни, к тому же интереса спецслужб не стоит исключать. Он принялся за поиски в интернете информацию о схожих экспериментах. Саша не был гениальным хакером, от программирования он был далек, поскольку работал системным администратором. Сисадмину положено заниматься поддержкой серверов и локальной сети. Но, как водится, в России руководители предприятий трактуют эту должность несколько шире. Их можно понять. Ведь не будет небольшая фирма нанимать отдельно человека, проложить локальную сеть, другого чинить компьютеры, а третьего поддерживать сервера. Вот и приходится Саше совмещать все это, являя собой симбионта Эникейщика. Еще сотрудники неизменно считают, раз компьютерщик, то разбирается во всей технике, значит может починить чайник, микроволновку, пылесос и сотовый телефон. Конечно, Саша все это умеет в определенных пределах, но, наученный горьким опытом, ни за что не признается в своих талантах. Ведь тогда коллеги начнут к нему таскать на починку всю поломанную бытовую технику. Недалек тот день, когда тебя разбудят грохотом затаскиваемого в кабинет холодильника и скажут «почини, ты ж компьютерщик». Уровень навыков Александра в компьютерной сфере явно превосходил таковое у рядового пользователя. Но даже этого не хватило, чтобы найти в интернете хоть что-то близкое к теме. Это его уверило в причастности к эксперименту спецслужб. Но приманка была слишком вкусной, чтобы рыбка на нее клюнула. Это же исполнение мечты. У Саши не было жены и детей. Он одинокий человек, который хоть и дорожит жизнью, но его ничто не сдерживает. Ради исполнения мечты он решил рискнуть. И позвонил НИИ. Сергей с радостью стал бы тренировать новый талант, но жизнь диктовала свои правила. Он не хотел говорить супруге о телепортации. Сложно незаметно перемещать вещи или телепортироваться самому в двухкомнатной хрущевке, в которой помимо него живут жена и двое маленьких детей. Он соврал жене, что ищет работу, и отправился на поиски пустынного места. В крупном городе найти пустырь в принципе можно, но для этого желательно иметь автомобиль. В пешей доступности густонаселенного района города найти закуток, скрытый от глаз людей, являлось очень сложной задачей. После продолжительной прогулки он все же нашел такое место. Заросший лесом участок на берегу реки, который в теплое время облюбовали рыбаки, а по зиме было сложно пробраться по сугробам. Оттого там никого не было. Только добираться туда пришлось с массой усилий. На безлюдном пляже Сергей стал телепортироваться с места на место, перемещать к себе от себя веточки и камушки, ставить эксперименты. Извалявшись по уши в снегу и устав так, будто разгрузил грузовик с арбузами, он выявил закономерности. Телепортироваться с места на место он может примерно 30 раз подряд, после чего наваливается усталость и требуется отдых. Брать с собой он может груз, не превышающий собственного веса, что не так уж много. Взрослого человека он уже не сумел бы переместить, максимум пару канистр с бензином. Телепортировать к себе вещи он может даже те, которые не видит, но помнит или знает, где они лежат. Сам процесс перемещения с каждым разом давался проще, сказывался опыт и вырабатываемая привычка. Домой он уже почти что полз и чувствовал себя выжатым, как лимон. Мало того, дома ожидал скандал от супруги, ведь денег он не принес, а выглядел так, словно работал грузчиком по уши в снегу. Светлана негодовала, что муж весь мокрый и грязный. Пришлось Сергею срочно сочинять сказочную, но довольно правдоподобную историю о том, что он устроился на постоянную, но тяжелую работу без оформления, а зарплату получит не сразу. Новость об обретении супругом работы с постоянным доходом погасила скандал на корню. Светлана обрадовалась. Сергея беспокоило то, что ему пришлось врать. Надо было срочно заработать денег, поэтому на следующий день он решил попытаться заработать законными методами. Забрав из дома заначку, он рано утром отправился в крупный торговый центр. 20-литровая канистра для бензина в строительном супермаркете стоила довольно приличных денег – 640 рублей. Но раз надо для дела, то некуда деваться. Сергей приобрел сразу две. Затем он воспользовался бесплатным интернетом торгового центра и стал искать фотографии бензозаправок Венесуэлы. Выбрав пустынную заправку, расположенную у трассы, он из туалета телепортировался туда. Сергей оказался посреди заправки. Ему повезло, что в данный момент тут не было машин, а у кассира из окошка плохой обзор. А видео с камер видеонаблюдения, которые, конечно же, есть на каждой заправке, смотрят только в случае каких-либо происшествий. Главной проблемой стало то, что Сергей не позаботился о местной валюте, а рубли, понятное дело, тут не принимали. К тому же он не знал языка и не мог понять, посылает его кассиру далекие дали или говорит что-то умное. Поскольку заправка была удаленной от поселков, то разменять тут деньги было нереально, а интернет на телефон поймать не представлялось возможным. Пришлось Сергею возвращаться обратно в туалет торгового центра. Поиск в интернете места, в котором можно обменять рубли, на Венесуэльский боливар оказался тем еще квестом. Оказалось, что в России, к сожалению, нигде нельзя обменять Венесуэльский боливар ни на одну другую валюту. Венесуэльский боливар на территории России – неконвертируемая валюта. Пришлось Сергею обменивать рубли на доллары в ближайшем отделении банка. Он мог бы поведать о том, насколько весело таскаться по городу, ездить на маршрутке, затем торчать в очереди в банке, а после ходить с парой красных канистр в поисках кафешки с бесплатным беспроводным интернетом. Но это было бы матерное повествование. Прохожие думали, что у водителя закончился бензин, и он пошел пешком в поисках заправки. Некоторые даже останавливались и давали советы, как пройти до ближайшей заправочной станции, вызывая у Сергея зубовный скрежет. Сохранив в памяти смартфона фотографии разных мест Венесуэлы, включая посещенную заправку, Сергей телепортировался в мужской туалет международного аэропорта Майкетти имени Симона Боливара. Фотографию туалета он нашел с огромным трудом. В аэропорту ему удалось поменять огромную сумму в долларах, если можно так назвать, 10 баксов. Получив на руки солидную пачку боливаров в сумме более 350 тысяч, Сергей обалдел. Парень с парой красных канистр, разгуливающий по аэропорту, не мог не привлечь внимание охраны аэропорта. Стоило Сергею положить деньги в карман и отвернуться в сторону, как он обнаружил 4 хмурых охранников, которые что-то говорили требовательным тоном. Сергей испугался, схватил канистры, которые до этого поставил на пол. Охранники тут же стали выхватывать пистолеты и направлять их на парня, что еще больше напугало межконтинентального прыгуна. Он сосредоточился и переместился на венесуэльскую заправку. Сердце бешено колотилось, Сергея трясло, он проклинал идею связаться с дешевым бензином, идиотов-охранников, канистры, которые даже будучи пустыми оттянули обе руки, Венесуэлу и друга, который подбросил такую идею. Но дело уже было начато, деньги вложены серьезные, считай, ополовинил семейный бюджет. Так что хочешь, не хочешь, а пора отбивать вложения. Кое-как объяснившись кассирам и расплатившись с ним, Сергей наполнил обе канистры. В заполненном виде они оказались совершенно неподъемными, из-за чего парень решил телепортироваться с ними прямиком в подъезд своего дома. Ему повезло, в подъезде никого не оказалось. Затем началась эпопея с продажей бензина. Он поджидал автовладельцев, заводил с ними разговор, предлагая купить слитое с рабочей газели топливо по 30 рублей за литр. Обе канистры были проданы за 15 минут. Дольше пришлось ждать появления автолюбителей. Но даже так, прибыль пока еще не отбивала вложения. Руки гудели, ведь таскать полные канистры для парня было тяжело. Он ни разу не атлет, а человек, привыкший к кабинетной работе и давно не поднимающий ничего тяжелее пакета с продуктами. Тяжело вздохнув, Сергей вновь отправился на знакомую венесуэльскую заправку, чем изрядно удивил кассира, который смотрел на вернувшегося иностранца, как на смесь восьмого чудо света и идиота. «Сеньор, а не проще было приехать на машине, чем туда-сюда бегать с канистрами?» – спросил кассир. Понятное дело, что, не зная местного языка, Сергей не понял, что ему говорили. Но на всякий случай он согласно кивнул и с экрана смартфона прочитал заготовленную фразу. «Каурента литрос де газолина де навента секундас порфавор». Фраза, по мнению говорившего, должна была означать, что покупателю необходимо 40 литров 92-го бензина. То, что акцент у гостя Венесуэлы, которого сейчас разыскивает поднятые на уши полиция и спецслужбы этой страны был ужасный, он догадался по скривившемуся лицу кассира, который с трудом сдерживал смех. Но бензин все же удалось купить. Дальше схема была отработана. Перемещение в подъезд хрущевки в Волгоград, продажа топлива автолюбителям, возвращение в Венесуэлу. Когда в третий раз на заправке неизвестно откуда появился худой странный парень в теплой одежде, кассир окончательно обалдел. Он не знал, что думать. Вот вроде сидишь, ничего не происходит, бывает, что раз в 20 минут зарулит автомобиль. Только моргнул. А в его сторону опять приближается этот странный маленький парень с канистрами. Обливается потом, черный пуховик расстегнут, из кармана торчит вязаная зимняя шапка. Кассир пуховик до этого видел только по телевизору. Откуда появляется этот странный иностранец? Почему ходит пешком? Что вообще за чертовщина происходит? Кассир автозаправочной станции решил, что это проделки Эль Диабло, который решил свести его с ума. Поэтому, когда странный парень вновь протянул ему деньги и с жутким акцентом попросил 40 литров бензина, юноша начал считать молитву и осенять Эль Диабло крестом. Сергей же думал, что венесуэльцы больны на всю голову. Кассир что-то бормотал, поминая Диабло, и перекрещивал его словно заправский священник. Плевать, главное, что канистры заправил. Кассир с облегчением выдохнул, когда на его глазах Эль Диабло растворился прямо в воздухе вместе с канистрами. Он подумал, что сатана решил заправить свой дьявольский автомобиль или подать жару адским котлам. Вон какой дьявол был потный. Но долго наслаждаться обманчивым спокойствием парню было не суждено. Через полчаса Эль Диабло появился прямо перед окошком, напугав служащего автозаправки до открытия кирпичного завода в штанах. «Каурэнтолитрес да газолина?» Убитым голосом вопросил кассир. «Перфавор». Довольно улыбнувшись, кивнул Эль Диабло, стряхивая с олба крупные градины пота. Кассир подумал, «Боже, за что мне это?» Когда на его глазах Диабло растворился в воздухе в очередной раз, парень решил, что сегодня же напишет заявление на увольнение. На этой проклятой заправке он ни за что не останется работать. Сергей вымотался, но был жутко доволен. За день он умудрился заработать почти 4 тысячи рублей. Это с вычетом обмененных на валюту денег и стоимости канистр. Таким дневным заработком не каждый житель Волгограда может похвастать. Теперь супруге можно предоставить материальное доказательство того, что ее муж добытчик и действительно работает. Единственное, что устал путешественник весьма существенно. Он решил, что с бензином связываться не стоит. Тяжело и прибыль небольшая. Сергей решил попробовать заняться контрабандой сигарет в Европу. Вначале он залип в интернете. Предложения о покупке и продаже сигарет в Великобритании, причем на русском языке было очень много. Парень растерялся и опасался сам писать, поэтому решил позвонить Саше. В ответ трубки звучало, а абонент находится вне зоны действия сети или недоступен. В итоге парень решил сам связаться с одним из оптовых покупателей сигарет в Лондоне. Цену тот предлагал небольшую, всего лишь два раза больше отпускной цены в Беларуси, но это парни устроило. После переписки через социальную сеть удалось договориться на поставку двух коробок сигарет пары ходовой марок, в каждой из которых находится по 50 блоков. Один блок сигарет весит около 250 граммов, так что Сергей прикинул, что две коробки сумеет переместить. После этого встала главная проблема. Не было средств на закупку такой большой партии табака, а необходимо было аж 70 тысяч русских рублей. Такие деньги взять было неоткуда, поэтому Сережа отправился в контору, которая выдает займы под высокие проценты. Там ему с радостью судили, но всего 30 тысяч рублей, зато под 83% годовых. Ему пришлось посетить еще две таких же конторы по штамповке крепостных должников, но с другими названиями, чтобы набрать нужную сумму. В Минске парень нашел фирму, которая занимается оптовой продажей сигарет. Сохранил на смартфон фотографии мест, куда можно переместиться в Лондоне и Минске, неподалеку от конечной точки маршрута, после чего переместился в туалет одного из минских баров. Выбравшись из бара, он без проблем обменял наличность на белорусские рубли, после чего приобрел две коробки сигарет. Проблемой стала транспортировка табака, ведь он не мог телепортироваться прямо на глазах у людей. Пришлось тащить коробки, которые лишь в мечтах весили немного, а на деле оказались объемными и тяжелыми, из-за чего нести их было очень непросто, но все же Сергей добрался до безлюдного закутка и переместился в безлюдный переулок Лондона. Дальше была эпопея по перетаскиванию коробок к указанному покупателям адресу. Под конец он тащил к коробке волоком и перемещал пинками ног. Достигнув места назначения, Сергей жутко устал, вспотел и раскраснелся. Продавец, как ни странно, честно расплатился за товар, хотя и посетовал на некондиционный вид коробок. Словами не передать, с каким облегчением Сергей телепортировался в подъезд своего дома, после чего выматерился, ибо вспомнил о кредитах, и вместо того, чтобы отдохнуть и принять ванную, отправился гасить долги. Каждый день просрочки это больше полутора тысяч рублей, но перед этим ему предстояло посетить банк для обмена фунтов на рубли. В итоге, когда Сергей добрался до дома, он проклинал то время, когда решил связаться с сигаретами. Единственное, что грело ему душу, заработанное тяжелым контрабандистским трудом 65 тысяч рублей. Часть заработка ушла ростовщикам, часть отожрали банкиры на конвертации, но тем не менее, Сергей был очень доволен. Такую большую сумму в руках он в последний раз держал после свадьбы. Этого будет достаточно на три месяца скромной жизни или на пару месяцев пожить нормально. Хотя, с учетом пары детей и неработающей супруги, все может быть растрачено и за месяц. Сергей радовался. Минимум целый месяц можно не переживать о том, как прожить. Несколько тяжелых дней явно того стоили. Пусть и вымотался, зато на душе спокойно. Если что, всегда можно будет повторить вариант с контрабандой сигарет. Пусть нелегко, зато очень прибыльно. Сергей, я чувствую, что ты мне многое не договариваешь. Расскажи правду, чем ты занялся. Это криминал, да? Утро начинается не с кофе, а с неприятного общения с супругой. Подумал Сергей, после чего тяжело вздохнул. Нет, милая, я пошел в торговлю. Постарался придумать правдоподобную ложь парень. Ты же понимаешь, что у нас все неофициально. Нашел такую фирму, где надо заниматься купли-продажей всякого разного. Но ты сегодня не пошел на работу, хотя будний день, с упреком произнесла Светлана. Что же там у вас за график такой? Да и вид у тебя каждый раз такой, словно вагоны разгружаешь. Понимаешь, замялся Сергей, грузчиков нет, самому приходится таскать вещи до покупателей, машины у меня тоже нет, приходится выкручиваться. Чем же вы торгуете? прищурившись, спросила у мужа супруга. Разным, дешевый, бензин, сигареты оптом, только товар появляется редко, когда он есть, надо реализовывать, как продал, свободен до следующего завоза. Наверняка ворованным торгуете. Нет, 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 Свет, не ворованная, контрабанда из Беларуси, поэтому товары дешевле рыночной цены, а чеки с накладными соответственно не используются. Вот и приходится искать покупателей, готовых взять товар без документов. Тебя не посадят в тюрьму? Обеспокоенно спросила супруга. Нет, за такое максимум положен штраф, и то, если кто-то узнает. Не беспокойся, это не криминал, почти все законно. В крайнем случае скажу, что купил для себя, но срочно нужны были деньги, вот и продаю. Тогда даже штрафа не будет. Если так, тогда хорошо. Слегка расслабилась Светлана. Слушай, у нас есть деньги, давай купим новые компьютеры, а то с одним телеком я свихнусь. Зря что ли за интернет платим. Ты еще зарядку для планшета обещал купить, а еще детям надо. Сергей тяжело вздохнул и осознал, что с трудом заработанных средств может не хватить на месяц. Как оказалось несколько позже, он был прав. Два недорогих ноутбука себе и супруге пробили в семейном бюджете брешь размером с половину заработка. Светлана на радостях набрала полные пакеты дорогих продуктов, детского питания с запасом на месяц, детских вещей и еще черт знает чего. Поскольку под конец дня Сергей едва перебирал ноги, будто классический зомби. Парень был с головы до пяток обвешан сумками и пакетами, словно ослик трудяга. Под конец шоппинга ему показалось более привлекательным и менее выматывающим таскание коробок сигаретами. А когда парень посчитал оставшуюся наличность и обнаружил в кошельке всего 15 тысяч рублей, он захотел головой проломить бетонную стену и завыть на луну. Сергей без сил лежал на диване и устанавливал на новенький ноутбук операционную систему, при этом усиленно размышлял. Может, прав был Санек, проще украсть деньги в банкомате, чем корячиться ради нескольких тысяч, которые моментально будут потрачены. Женщины, кто их вообще такими создал? Как можно за раз потратить большую сумму, равную трем средним по городу зарплатам? Пожалуй, сколько им не дай, будет мало. Будь то хоть 10 тысяч, хоть 100, хоть миллион. Просто аппетиты и запросы будут возрастать пропорционально имеющимся возможностям. Или же заняться торговлей? Можно же перемещаться в Китае, покупать там дешевые вещи и продавать на рынке? Хотя нет, рынок, торговля это все не то. Придется арендовать торговую точку, постоянно торчать за прилавком, регистрироваться как частный предприниматель. Проще сигареты контрабанды из Беларуси в Европу перевозить. Тогда что? Творчество явно не то, чем хотелось бы заниматься. Если руки растут не из того места, то вряд ли даже с помощью телепортации получится создать произведение искусства. А тратить много времени ради создания дешевых фигурок бессмысленно. А может ну их принципы. Телепортироваться к американцам, украсть у них денег и жить припеваючи. Нет, 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 американцы тоже люди. Одно дело контрабанда, вполне безобидное занятие, которое мешает только государству. Другое дело становиться вором. Даже если убедить себя, что ворую у плохих людей, вором от этого быть не перестану. А вдруг полиция или Интерпол все же поймают. Нельзя садиться в тюрьму, когда на попечении имеются дети, их надо вырастить, воспитать, дать образование, хорошо одевать, кормить и по миру повозить, потом купить каждому по квартире. Да, такие деньги честным трудом хрен заработаешь. Две квартиры это же безумно дорого. А что если не рисковать, а попробовать что-то телепортировать прямо к себе, смотря на вещи через интернет? Санек же говорил, что по всему миру множество камер транслируют изображения в прямом эфире. Или нет? Пропажа вещи ведь будет зафиксирована на видео. Это многим покажется странным. Или плевать на странности. Подумаешь, поговорят всякие уфологи о неизвестном феномене. Кто им вообще верит? Большинство людей скажут, что эта камера глючит или видеомонтаж. Но с банкоматом будет надежней. Там будет непонятно, как пропала кассета с деньгами. Значит, шансов попасться меньше. Есть ли что-то такое, что можно позаимствовать, но в то же время не украсть или похитить, но вроде как на законных основаниях? А может ну его закон? Разве банкиры честно наживаются на трудовом народе, выдавая кредиты под безумные проценты? Ни черта не честно, зато очень даже законно. Выходит, что закон это не всегда хорошо. Точнее, что одним хорошо, то другим плохо. Может портануться в хранилище банка, спереть десяток миллионов евро и больше не забивать себе голову подобными мелочами, как заработать денег? Придя компромиссу совестью, Сергей решил поступить именно так. Только в одиночку проворачивать подобные преступления было страшно. Лучше взять в долю друга, который поможет советом и поддержит, чем рисковать в одиночестве. Наверняка Санек не откажется заработать крупную сумму наличности. Все попытки дозвониться до Саши оказались провальными. Его левая страничка в российской социальной сети, на которой он не выкладывал ни фотографии, ни личной информации, оказалась удалена. В раскрученной зарубежной социальной сети такой же левой Сашиной страницы тоже не оказалось. Странно, подумал он. Похоже, Санек опять страдает паранойей. Телефон отключил, странички в социальных сетях удалил. Надо позвонить его матери. Тетя Марина сразу ответила на звонок приятным мелодичным голосом. — Да, Сереж, здравствуй. Ты что-то хотел? — Тетя Марина, добрый день. Скажите, вы не знаете, Саша, что сменил номер телефона? — Ой, Сергей, Саша несколько дней назад сказал, что ему предложили вахтовую работу на севере. Он улетел куда-то в Уренгой. Предупредил, что там не ловит сотовая связь. — А, понятно. Чего это Санек так резко сорвался? — А кто его знает? — ответила тетя Марина. — Он оставил мне ключи от квартиры, сказал, чтобы сдала ее в аренду. обещал позвонить, как только появится возможность. — Хорошая хоть работа? — Что-то по его профилю связанное с копилкерами, ответила женщина. — Ты же знаешь, я в этом не особо разбираюсь. Саша пока еще не звонил, я переживаю, но он сразу предупредил, что позвонит нескоро. — Понятно. Спасибо, что сказали. До свидания. — Пока, Сергей. Привет, Света. — Хорошо, передам. — Мда… мысленно протянул Сергей. Санек как всегда в своем репертуаре. И чего спрашивается он так резко сорвался? Вот же недавно с ним пили пиво, он ничего про вахту не говорил. Сергей через ноутбук вышел в интернет и стал искать фотографии банковских хранилищ. Удалось найти фотографии с золотыми слитками, которые смотрелись очень заманчиво. По идее, слитки нет смысла перемещать с места на место. Следовательно, они так и продолжают лежать на месте. Достаточно представить, и они переместятся в нужное место. Только какой толк золота? Его сложно реализовать. Официально никак, значит, придется связываться с криминалом. Бандиты могут убить в процессе продажи, полицейские могут арестовать во времени законы сделки. Проще воровать цветной металл и сдавать в пункт приема металлолома. Он серьезно задумался над этим вопросом. Может, действительно этим заняться? Зачем грабить банки, когда можно заработать более законными способами? Тут же запрос в поисковой системе сменился на другой. Цены на цветмет в Волгограде. Наиболее привлекательной выглядела медь, цена которой колеблется в районе 300 рублей за килограмм. Дороже стоили за килограмм никель 400 рублей, молибден 500 рублей, вольфрам и олова вообще по 700 рублей. Сергей наивно полагал, что самым дорогим будет что-то вроде титана, а за него на пунктах приема металлолома платят всего 130 рублей. Проблема вылезла во время поиска. Нигде не было онлайн-трансляций со складов, на которых хранятся цветные металлы. Даже свежих фотографий не было. Он с раздражением подумал. Черт, за что не возьмешься все время впустую? Может, действительно сигаретами торговать? Или попробовать золото телепортировать? В истории поиска браузера нашлась и была открыта страница с фотографиями банковских хранилищ золотыми слитками. Сергей выбрал первую попавшуюся картинку. Это оказалась фотография хранилища Банка Англии. На прочных синих металлических стойках лежали крупные слитки золота. Чтобы жена не спалила, парень забрался с ноутбуком в кладовку. Сосредоточившись на изображении, он представил, как первый слиток из верхнего ряда ближайшей стойки перемещается на пол рядом с ним. Тут же раздался легкий глухой удар. На ковре появился крупный слиток золота. «Сергей, что там у тебя упало?» Донесся с кухни приглушенный голос супруги. «Ничего, Свет, я тут инструменты ищу». Тут дверь резко распахнулась. У Сергея чуть сердце в пятки не ушло, но когда он разглядел, что на пороге стоит старший сын, которому недавно исполнилось четыре года, парень с облегчением выдохнул. «Папа, играть!» – с настойчивым тоном произнес Максим. «Максим, папа не может сейчас играть. Иди поиграй с игрушками, папа занят». Дверь с громким хлопком закрылась. «Максим, не хлопай дверью!» – прокричала Светлана. Сергей поднял с ковра слиток. Несмотря на небольшой размер, он оказался очень тяжелым. Больше 10 килограммов точно. На слитке стоял штамп, который удалось расшифровать как 400 унций. Поскольку для измерения веса золота используются тройские унции, Сергей тут же воспользовался помощью онлайн-перевода веса и получил примерно 12,5 килограммов. Эта информация вергла парня в шоковое состояние. «Божечки! Это кусок желтого металла стоит целое состояние!» Тут же были найдены уточняющие цифры – больше половины миллиона долларов. «Вот это кусок металла!» Шокированно пялился он на слиток. «Как так-то? Вот эта хрень стоит, как несколько квартир, машин и десяток другой лет сытной жизни!» «Жаль, что продавать золото сложно и опасно, но раз получилось...» В общем, Сергей увлекся. Остановился он только тогда, когда выдохся. Больше не было сил перемещать что-то куда-то или откуда-то. В кладовке образовалась пирамидка из золотых слитков примерно такого же размера, как первый. Тридцать слитков! Общая их рыночная цена – больше пятнадцати с половиной миллионов долларов. Только вопрос стоит в том, что теперь с этим всем делать. «Дорогой, ты там долго еще будешь?» Вспомнила Светлана о существовании супруга. «Детей надо везти гулять, да по магазинам пройтись. Сейчас приберусь только, а то тут бардак!» «Прятать!» Билась у него в голове паническая мысль. «Срочно надо все спрятать!» Парень кинулся судорожно разбирать дальнюю полку в шкафу с разным хламом. В конец складывал слитки. Тяжелые заразы, словно кирпичи, но маленькие. Слитки удалось загрузить компактно, но ножки у шкафа подозрительно захрустели. Даст бог, мебель не рухнет. Все же сделано в СССР. Сергей, когда этот шкаф из комнаты в кладовку перемещал, думал, что сдохнет. У шкафа стенки из массива дерева, он такой прочный, что внутри можно прятаться от ядерного взрыва. Золото удалось закидать всяким хламом, а остальную ерунду пришлось распихать по другим полкам. Жена с детьми уехала в гости к тёще, то есть к своей маме, а Сергею туда ехать совершенно не хотелось. Поэтому соврал Светлане, что ему сегодня нужно будет к обеду выйти на работу. Не прошло и пяти минут после ухода жены с детьми, как раздалась трель дверного звонка. Парень подумал, что Света что-то забыл и спокойно распахнул дверь. Вместо супруги он обнаружил на лестничной клетке крепкого светловолосого мужчину в тёмном костюме, поверх которого было надето короткое пальто. Сергей Александрович Кузнецов строгим тоном вопросил он. «Да, а вы кто?» Взгляд Кузнецова прикипел к красной корочке, а в ушах на батом зазвучали слова визитёра. «Майор Петров ФСБ, разрешите пройти?» «Ам...» «Сергей Александрович, это в ваших интересах», – с нажимом произнёс Петров. Поникнув плечами, Серёжа отступил в сторону, пропуская гостя в квартиру. Тот бесцеремонно прошёл на кухню, даже не разушись. Хозяину жилплощади не оставалось ничего, кроме как последовать за ним. Майор разместился на сиденье кухонного уголка. Сергей сел напротив него на табурет. Ему было страшно. Он думал о золоте в шкафу и обливался потом. «Вы ничего не хотите мне рассказать, Сергей Александрович?» «Я...» Растерялся он и потерял дар речи. «Мы знаем о вашей способности», – потолкнул его Петров. «Знаете?» Ещё больше испугался Кузнецов. Он подумал, что его друг был прав, за ним действительно следили. Теперь он корил себя самыми плохими словами за свою непредусмотрительность и самонадеянность. «Раз вы и сами знаете, я... я сам удивился, ну и...» «О золоте мы тоже знаем», – добил его спокойным тоном Петров. У Сергея от волнения задрожали руки. Дрожащим голосом он спросил. «И что теперь будет?» «Это зависит исключительно от вас, Сергей Александрович», – сверлил его изучающим взглядом майор. «Вы можете работать на нас. А можете...» Недоговорённость была хуже любых угроз. Сергей сам себе напридумывал всяких ужасов от экспериментов, которые будут ставить на нём учёные до похищения детей и шантажа его через них. Его кожа стала бледнее мела. Лишь через некоторое время до него дошло, что ему предоставили выбор. «Погодите!» Оживлённо приподнял он голову, посмотрев на майора. «Вы мне предлагаете работать на государство?» «Да, вы можете принести пользу стране». «И мне будут платить зарплату?» С надеждой спросил он. «Ну, конечно. Зарплата, премии, социальный пакет, два месяца отпуска в году, путёвки в ведомственный санаторий, бесплатный проезд на общественном транспорте, ранняя пенсия. Всё как положено». «А сколько?» «Сколько мне будут платить?» «У вас высшее образование. Следовательно, вас сначала направят на офицерские курсы. Получите звание и будете получать оклад в соответствии со званием, выслугой лет, командировочными и прочим. От пятидесяти до ста пятидесяти тысяч рублей». Глаза Сергея загорелись восторгом. «То есть...» Продолжил он. «Вы мне предлагаете стабильную работу на государство с высоким окладом и хорошими условиями труда?» «Можно и так сказать». Усмехнулся майор. «Конечно, я согласен. А золото?» «Золото придётся отдать государству, Сергей Александрович. Оно не ваше». «Да забирайте!» Он только и рад был избавиться от проблемного металла. «Главное, мне за это ничего не будет. Я просто тренировался в телепортации и немножко увлёкся». «Если вы согласны на нас работать, тогда вам ничего не будет». «Прямо гора с плеч.» С облегчением выдохнул Сергей. «Вы не представляете, как я задолбался искать нормальную работу. Жена обрадуется, когда узнает, что теперь у нас будет стабильный доход. Фух! А вы меня сначала так напугали. Спасибо, товарищ майор. Я даже мечтать не мог, что смогу работать у вас в органах». «Сергей Александрович, осталось уточнить один момент». «Да-да». «Вы знаете, где находится ваш друг Александр Семёнов?» «Сашка?» «Нет, не знаю. Его мать сказала, что он поехал на вахту в Оренгой. А что? Вы его ищите зачем-то?» «Ищем». Александр бесследно пропал в тот же день, когда ему ввели тот же препарат, что и вам. «Что ж, будем искать». «И вы мне прямо так поверите?» Опешил Сергей. «Да». Блеснули блики от лампочки в зрачках майора. «Не вы один имеете особые способности». «Так вы тоже?» Подался вперед Сергей, облокотившись на столешницу. «И какая у вас способность?» «Чтение мыслей, Сергей Александрович». «Лучшие способности для проверки лояльности и вербовки новых сотрудников». Так решилось множество проблем Сергея. Он получил то, чего хотел. Стабильную работу с хорошим окладом. Мир в семье и избавился от возможных проблем из окраденного золота. От спецслужбы заполучили свои ряды очередного псиона из секретного экспериментального проекта. С возвращением в реальность! Если вам понравилось наше путешествие в этот мир, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в социальных сетях. Ну а если вы хотите отправиться дальше, то просто выберите одну из иконок на экране. И как всегда, до встречи в следующих... ...мирах.